Надо же было не вилять Лаврову, а так сказать, что вот мы через неделю вводим к вам войска, будьте, в общем, лояльны, встречайте нас с хлебом, с солью, там, с цветами, они вы, конечно, все повалили, вышли бы, встречали так, как нужно, людям не объяснили нифига, пришли с оружием, ну, вот у них вот сработал этот инстинкт самосохранения, давай стрелять, и все, правильно? Вот, вот здесь правы, вот здесь правы Ну, вот если бы даже вот Россия бы предупредила, то по-любому бы Украина бы не оставила бы это, ну, просто так бы, внимание, она бы либо бы усилила оборудование, либо бы вела бы войска на территорию России, так что тут, как-никак Лавров поступил правильно Да, говорит, ты зачем обмотался шарфом? А так надо Я просто не вижу, у тебя интернет плохой Плохой, да, я тебя тоже не вижу, шарфик только вижу А так надо, вот так, хоп Вот один глаз вижу, ну, ну, ладно, давай будем это, я тут ни при чем, что плохой интернет, это, а ты шифруйся, зачем? А, уже ты расшифровался, понял Да Не можете раскрывать себя Я так опишу внешность, да, дед, 70 лет, Краснодарский край, Станица, Таманьская, Кубань Так что, если там не видно, или картинка зависла, или что там показывает? Картинка зависла, прям капитально зависла Ну, ничего, ну, хоть так, общаемся У меня тут уже третий день такой херовый интернет Скажите мне, я Краснодарский край, а вы откуда? Я с Луганска Так а сейчас где живете? В Луганске Там и живете, в Луганске? Да, да, да А, ну, уже сейчас освободили же мы вас, уже там все нормально? Ну, там, где я живу, это еще в 14-м году мы отбили, наши отбили А сейчас, на данный момент, почти область освободили Понятно, ну, что ожидаете, все-таки улучшение будет, или сейчас уже пошло улучшение? Да, пошло, бензин дешевеет, нормально все, намного лучше, по-моему, чем было Ну, грубо говоря, вот, до введения войск России на нашу территорию, до помощи Владимира Путина У нас тут, вот, я живу, вот, буквально от моего дома, 20 километров, и там уже стоят украинские войска И как раз, ну, когда начались вот эти вот признания, ну, начали вот прям капитально стрелять по нам Как, они до сих пор стоят от вас 20 километров? Нет, отбили Мы, наступательная операция была, украинские войска прогнали оттуда На сколько километров их прогнали? Блин, там на километров 10-20 где-то, если не больше Что-то слабо, а что там это так слабо? Уже должны всю Луганскую область освободить Они, получается, стоят за рекой Северским Донцом Они там за 8 лет хорошо укрепились, очень хорошо укрепились Понятно А у вас там, вам сколько лет вообще? Мне 16 А вам только еще молодой, да Ну, а так люди идут там, это, ну, туда записываются, на фронт записываются? Да, 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 записываются Конечно, не все есть такие, кто и прячется там, ну, просто не хотят Ну, было бы мне 18 лет, я бы пошел Понятно, да Правильно, надо поддерживать Россию, да, надо поддерживать Не, ну, я просто не понимаю тех людей, которые боятся армии Ну, е-мое, это полезный жизненный опыт, как-никак Найдешь себе товарищей, ну, блядь Замат, извиняюсь Ну, не понимаю, честно, тех, кто косят от армии Ну, да, ну, есть определенный какой-то риск Но в основном пользы больше, чем риска Я так думаю Пользы, конечно, больше, чем риска Ну, вы, вот, вы там что-то, в школе или уже закончили, или как? Я еще в школе, в 10 классе А, ну, закончите школу Я думаю, это, ну, еще не на год, не на два, может быть, долго продлится это дело Успеем, успеем повоевать Без войны не живет ни одно поколение, песня есть такая Да, да, вот, наши деды воевали И мы воевали, и вы будете воевать Это дело такое, да Ну, так, а как получается, что мы освободим Украину от этих бандеровцев И снова вы, как бы, все будете в Украину Это будет опять или не Украина, или что это будет? Ну, это уже спорный вопрос Это, ну, обычные люди, ну, решать не будут, это явно На это есть люди, которые выше, вот, как Владимир Путин, Лукашенко, допустим Вот это они уже будут решать после захвата Украины Да-га Потому что за все эти 8 лет ведения боевых действий Украинцы настолько, ну, обозлились на народ Луганской и Донецкой Народной Республики Ну, что явно жить в мире никто не будет Да, конечно, конечно Они считали, что Луганск это Украина Так же, почему-то Они считают, что Луганск и Донецк это Украина Но при этом они, ну, от всей души ненавидят ихний народ Я вот не понимаю их не просто логику мышления А там Славянск это Луганская область? Донецкая Это Донецкая А под их контролем там, вот это, Краматорск, это тоже Донецкая, да? Да-да-да, это Донецкая область А Станица Луганская? Станица Луганская, это Луганская область, но она уже под нашим контролем Понятно Уже, так бы, контролируем Ну, там, как Россия помогает? Это, там, каким-то продовольствием, там, гумконвоями? Гуманитарными конвоями помогает, но не в наши регионы Она помогает регионы, которые вот недавно отбили Там, где вот прошли боевые действия Именно, да, там не прошли боевые действия с участием российской армии Ну, потому что, ну, нам тут незачем помогать Мы нормально живем, более-менее Понятно А вы как, вы вообще, там, ну, украинец или русский? Или как считается? По национальности я украинец Вот, просто вот дедушка с бабушкой переехали сюда в этот край В коем-то году после Второй мировой войны И вот, а так по национальности я украинец А как в дальнейшем, если вы уже, как бы, к Украине не относитесь Может, вы уже, ну, это вот, аннулировать вот это, что вы украинец? Как-то переименовать там что? Русский или Денеровец, Ланеровец? Нет, не сказать Гражданство, да? Гражданство, да? А национальность, нет, я не изменю свою национальность даже в таком случае Национальность не важна, как говорится, в данной ситуации Потому что, ну, как-никак, и украинцы, и русские, это все славяне А вот гражданство, вот гражданин Я вот гражданин ЛНР, а по национальности украинец Я свою точку зрения не изменю Все равно будете украинцем? По национальности, да А не будет, ну, какие-то притеснения? Они, ну, как-то все-таки будут смотреть искоса украинец все-таки Ну, а дети ваши, допустим, вы что, их тоже в украинцы запишите? Ну, это в зависимости, какая у них жена будет Понятно, но желательно русскую взять, а то Ну, это, конечно, да, это, конечно, русскую Украинки, они противные, некрасивые Не согласны Ну, тут это уже в спор, ну, это в зависимости от человека, да Не согласны Кто-нибудь у них согласен А кто-нибудь красивые Ну, русские, русские девушки красивее Украинки, они как-то корявые, на мой взгляд Ну, тут-то тоже, ну, это тоже спорная ситуация Любят в рюмку заглянуть, выпить, в общем А, вот это да, это да Русские вот женщины, она не пьет, не курит А эти украинки, ну, что, это Наварит каких-нибудь там С чай, что хорошего Вообще, самая противная девушка, это еврейки Да, где они, вы видели ее, хоть одну живую еврейку? Они все в Израиль уже давно уехали Так, вы только в 10-м классе, да? Я так понял И я слышу, у вас подруга тоже, наверное, соученица ваша, да? Школьная, ну, в одном классе учитесь, наверное Это друг Вроде женский голос Не переживай Не, вот у меня просто голос такой покуренный А, ну, я извиняюсь, там, он же далеко от микрофона, друг, плохо слышно Не разобрать, да, кто, чего Да, так вот, интересно А не хотите к нам вот сюда, в Россию? Именно переехать, да? Ну, да, там это вот Дела там, знаете, еще Когда это там все восстановится Там, на Донбассе Не, в Россию я бы переехал Ну, дело в том, что Как бы сказать, я бы переехал бы Вот с разумной точки зрения Но с другой стороны Это вот, допустим, вот если вот каждый второй человек Будет переезжать в Россию с Луганска, с Донецка То это, по сути, вот это будет притеснение коренных россиян Ну, как-никак, все-таки мигранты, получается, если так считать, мигранты И мы будем просто забирать работу россиян Да, ради бога, тут у нас узбеков, таджиков, кого только нету Ну, вы все Вы нам все-таки ближе, вы нам ближе же все-таки, чем узбеки, таджики Это да Да, так что Я думаю, там это еще надолго Пока это еще там все восстановится А вам-то, молодым, надо работать Чтоб была работа Не, ну вот и у нас тут работа есть Ну, как-никак, уровни жизни в России и Луганске Они капитально разные, различаются То же самое и заработная плата И магазины, цены, это все тут разное У нас средняя зарплата 25 тысяч Ну, надо вот этих 25 тысяч Ну, буквально вот, как россиянину 80 Если вот в России пачка сигарет стоит там 200 рублей 250 плюс минус У нас до некоторого времени они стоили 60 Ага Ну, это средние такие сигареты Ну, сахар 50 рублей килограмм Это сейчас, ой, сейчас 80 рублей килограмм А до всего этого, ну, блин, 40 рублей был 50 То есть цены Ну, я знаю, у нас тут тоже цены поднимаются У нас вот здесь, в Краснодарском крае тоже Цена на сахар особенно растет А бензин поскольку у вас? Да, хрень его знает Я уже старый не езжу Тут в машине Да На велик я тут вот езжу По селу Вы с города или с поселка, или деревня? Да, станица Таманская Ну, да, там станица Таманская А у вас дедушки-бабушки есть, да? Есть две бабушки, а дедушки нет Первый дедушка умер еще до моего рождения Второй умер, когда мне было полтора года Ну, и третий вот буквально в этом году умер Но он в Киеве жил, он двоюродный мне Я понял Так, а вы как бы начинали школу учиться при Украине А заканчиваться при ЛНР, да? Да Возможно, даже закончим, когда мы уже будем в составе России Потому что неизвестно, сколько это еще будет продолжаться И что дальше будет Понятно Ну, а вы там прекратили хоть учить эту украинскую мову ихнюю? Да, мы прекратили учить в шестнадцатом году, по-моему, или в семнадцатом В шестнадцатом году Вообще никаких уроков нет уже, да? Нет, никаких уроков нету Нету Ну, правильно А что ее там учить, что хорошего, правильно? Ну, тоже Вот украинский язык, это какая Это суржик, это не язык, это суржик Это смесь украинского языка и какого-то и польского Вот такое Да Вообще, я вот насчитаю то, что, ну, неправильно то, что есть такой язык, как украинский Страна еще, ладно, может быть, такая есть Окраина России, ну, Украина-окраина Ну, по сути А вот украинский язык, это просто смесь русского и польского Да-да, и польского Они там эти хохлы пшекают, маленько, да? Вот не то, чтобы сказать ччи, так они борщ Ну, да, как у поляков Вот этот вот такой акцент Особенно те, ну, на Украине Вот если вот Донбасс Харьков, это еще Одесса, Крым Это более-менее еще на русскоговорящие Да Центральная Украина Это такая смесь русского и украинского А Западная Украина, это уже чисто украинский, либо польский язык Чисто украинский существует какой-то, да? Ну, и официально есть, но вот Это уже от человека зависит Есть те, которые его принимают, а есть те, которые его не принимают В общем, у них там какой-то суржик Намешаны много иностранных слов, да? Да-да-да У нас вот как-то очень мало встречается иностранных слов В русском языке Ну, разве что там гаджеты, компьютер, интернет, ноутбук, айфон А остальное все наше, как бы русское Потому что это эпоха нового времени, в основном это все зарождалось в западных странах Да-да-да У нас, к сожалению, вот в России, ну, я не знаю ни одного русского научного слова Не могу вспомнить По-моему, по-моему, нет, даже это матрешка, по-моему, это не научная, нет Ну, все-таки да Это точно Скажите, пожалуйста Я вот, конечно же, за вот эту операцию Поддерживаю ВВП Ну, только, а почему вот мы не пошли все-таки на Бандеровцев? Они же там живут, вот вы говорите, во Львове, по-моему, да? Туда уже, которые за Киевом, там вот Львов, там Франковск у них, там Закарпатия А почему начали громить, вот именно тут, Харьков, Херсон Харьков и Херсон, вот Херсон граничит с Крымом Крым это российская территория Харьков тоже граничит с Россией И Киев тоже граничит с Россией И Одесса, да Ну, так тут же в основном русскоязычные У меня родственники, вот в Харькове живут Это называется Бей своих, чтоб чужие боялись, или как? Не понятно По мирному населению не стреляют Нет? Нет, нет По мирному нет Ну, российская армия, это точно А вот украинская Что в 14-м году было тут Тоже расстрелы мирного населения Со стороны украинских силовиков И что вы в этом времени тоже в Мариуполе дом взорвали Да, я вот смотрю Включаю Донецк, Луганск Там веб-камеры вроде бы Ну, как бы город целый в основном У вас сильно разрушенный развед Луганск? Нет, после 14-го года мы его установили Ну, а вот А сколько домов было разрушено вообще там В Луганске? Штука В Луганске? Ну, более 2000 это точно Домов? Да А там вообще существует 2000 домов? В Луганске, да Город полумиллионник был До войны Миллионник до войны был 2000 домов Вы имеете в виду частный сектор, что ли? Или 2000 домов? Многоэтажек Многоэтажные дома, да Понятно Ну, так все восстановлено тогда, понятно Я думал, там у вас это Разруха Там все восстановлено Ну, прифронтовые города, да, там есть такое Особенно в последнее время, когда Украина начала Активные боевые действия, грубо говоря, так Ну, я думаю, если бы Владимир Путин бы не вел войска Это бы, ну, по-другому бы закончилось Мне кажется, вот наша республика Ну, она бы в наступление не пошла от республики нашей Потому что у нас бы просто не хватило сил Оборону бы выдержали И то недолго Понятно А они уже, я слышал, хотели захватить Луганск, я слышал, да? Да, они хотели захватить Луганск По нам, ну, вот, было две диверсии Возорвали, ой, блин, электростанцию в заправку И взорвали газопровод Да, я слышал, они вообще тут хотели на Москву идти Хорошо, что начали вот эту операцию Потому что у них все было готово уже идти на Москву и Питер Нет, они бы не начали Украинцы, они только на словах сильные А так, на деле, вот, 14-й год Я вот был маленький Но в наш поселок, грубо говоря, зашла украинская армия Это начало всей этой войны Вот наши даже усилия, грубо говоря, никаких не приложили Ополчение, ополчение У нас ненормальной армии не было, ненормального вооружения Когда это только начиналось У нас на блокпостах была одна винтовка на троих человек И вот у нас стояли блокпосты Стояла техника Стояли противотанковые пушки Зенитки стояли Солдаты довольно хорошо экипированы были По сравнению с нашими И вот у наших буквально пару обстрелов с трофейной техники И они бросили блокпост Бросили раненые Бросили трупы, убитый солдат И убежали, и все Вы после этого хотите называться украинцем? Вы же говорите, это трусливая нация Вы тоже туда же Как-то измените свою нацию Чтобы не было даже И чтобы вот вам скажут Вот так будут и дорекать ваши внуки Скажут, а ты дед Или отец, ты кто? Ты скажешь украинец Они скажут, да ты что за говнюк-то такой Правильно? Это тоже Это в зависимости Вот если украинцы Вот есть тоже Украинцы довольно вот храбрые Такие, допустим Вот западные украинцы Они хоть и Извиняю за выражение Гандоны речесные То, что они вот Русофобы яростные Но при этом они Очень идейные Они вообще ни капли нетрусливые Западные украинцы Центральные тоже А вот те, которые Округи там То Ну блин Ну допустим Вот возьмем Кибергов Донецкий аэропорт Слышали такую битву? Была у нас операция Да, что-то слышал Вот Они держали оборону 250 по-моему дней 258 200 солдат Даже Меньше Наверное На тот момент Человек 50 оставалось Украинцем И они не сдавали У них были Выбор Либо сложить оружие И все по-хорошему Они держали этот аэропорт До того, как от него Не остались руины Но вы хоть Если будут спрашивать Говорите, что вы Типа из западных А то скажут Какой-то Восточный Украинец Хохол Какой-то Сливый Нет Ну, блин Как бы я сказал По-другому Вот в каждой нации Есть и смелые люди И довольно Трусливые Возьмем Вот Майдан Вот митинги Допустим В России И на Украине Тоже вот Чеченская война Довольно-таки Страшное событие Но довольно Много Молодых ребят Пошли На Грубо говоря Убой Они пошли На территорию Врага Прекращать Вот это Распространение Терроризма Хотя при этом Враг знает Свою территорию Очень хорошо Вот первая Чеченская компания Это Ну вот Майковская бригада Вот было такое Военное Ну Подразделение Там Никто не выжил Солдат отправили На убой Тоже вот Неопределимость командиров Командиры Тоже еще решает Они не знали Как это закончится Они не знали Что делать Им дали приказ Командиры Это не обдумали Это были ребят В итоге Все погибли Около тысячи человек Или меньше Я точно не знаю Досконально И вот Все погибли Вот это Нулевые Вот 90-е года Вот митинги В России Вот которые были За Навальную Они вот Кидались Грубо говоря Смешками в полицию Да Правоохранительные органы России Тоже Это уже Если бы им Действительно Они бы Были Идейные Если бы Они были Не трусами Это бы не обошлось Только Снежками Возьмем Майдан Майдан Видели Видео С Майдана Были Да Мало Я так Наблюдал За этим Делом Мало Мало Наблюдали За этим Делом Ну вот На Майдане Вот Капитальный Митинг Различается Между Россией И Украиной Украинцы Использовали Коктейли Молотова Им было Плевать То Что Нацгвардии Украины И оружие Обнестрельное Есть Им было Нато Плевать Они шли Буквально С камнями И палками На Убой Украинцы Ну Да Какого Вы говорите То Что Не стыд Быть Украинцем Я говорю Нет Но То Что Моя Национальность Украинец Я Этого Не стыжусь Ну Так Приедете К нам Знаешь Там Хохол Хохол Ну Почему Чеченцев Никто Не обзывает Чурка Чурка Чурками Называют Если Человек Нормальный Его Никогда Так В жизни Назовут Хохол Или Чурка А Вот Если Действительно Человек Говно То Его Уже Будут Назовать Их Охлом И Чуркой Чуркой Понятно Да Вот это Вы мне Нарассказывали Аж Как бы Волос Дыбом Встает Ну А так Вообще Что Мыслите Какая Будет Перспектива Вообще Тут у нас Что-то Молодежь У меня Тут Они Что-то Не очень Что-то Так Сказать В восторге Дорожают Всякие Гаджеты Тут Айфоны Смартфоны Эти Планшеты Ноутбуки Компьютеры Вот Потом Все-таки Кто-то Хотел Поехать За границу Посмотреть Ну Сейчас Вот Все накрывается Говорят Медным тазом Никто Никуда Это Уже Ездить Не может У нас Кстати Уже Самолеты Не летают Ни в Европу Ни В Америку Ни в Канаду Ни куда Воздушного пространства Да Да Вот это Как бы Изоляция Будет Или вы Не стремитесь Куда-то Попасть В мир Посмотреть Вообще Нету Такого Желания У меня Нету Желания У меня Желание Пойти В армию И я буду Служить До того Момента Пока Не дойдем До Киева Пока Над Киевом Не будет Висеть Русский Флаг Русский А Российский А в Белоруссии Тоже Надо Российский Повесить Тогда Получается Белоруссии Нет Почем Белоруссии Довольно Таки Нормально Относится К нам Белоруссия Она В ней Нету Русофобии Потому что Белоруссии Это Такие 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 Люди Как Мы Они Таких Взглядов Но Это Тоже В Зависимости От Региона Если Вот Лукашенко Он Человек Советской Закалки Он Рожден В Союзе Воспитан В Советском Союзе У него Взгляды Другие Чем У Других Более Молодых Белорусов Которые Были Недавно Митинги Поддержку Каких-то Новых Чтобы Свергнуть Это Кто против нас Мы Будем Вешать Наш Русский Флаг А Кто Как бы Вот За нас Мы Наш Русский Флаг Не Будем Вешать Что-то Нелогично Выглядит Белорусси Что Вот Если Вот Кто-то Против Нас Так Нате Вот Вам Наш Русский Флаг А Ты За Нас Так А Вот Хрен Тебе Наш Русский Флаг Не Дадим Получается Да А Че Жалеть Белорусам Тоже Русский Флаг И Казахстан Русский Я думаю И Узбекистан И Таджикистан Всем Наш Русский Флаг Если Нация Добровольно Если Беларусь Добровольно Согласится Принять Русский Флаг То Че бы И не повесить А если Не согласится То Настаивать На своем Не будем Потому что Портили отношения С Беларусью А Беларусь Как-никак В хороших отношениях С Россией Зачем Это надо То есть Русский Флаг Он может Испортить Отношения Ну Тоже Может Им Хочется Отдельное Государство А Украинцы Похер Им На наш Их Внение Нам Плевать Они Хотят Там Отдельного Не хотят В общем Вот вам Наш Русский Флаг Украинцы Были Враждебно Настроены Против России Против Русского Народа Поэтому Мы должны Быть Вместе С ними Да Вместе Вместе Мы С ними Никогда Не будем Уже После Такого Это Явно Вражда Будет Все Оставше Время Даже Если Будет Русский Флаг Собесед Над Киевом Украинцы Будут Недолюбливать Русских Но Это Тоже Это В зависимости От Человека На Украине Есть Какие Люди Которые За Россию Есть Которые Против России Ну Я думаю Сейчас Это Которые Были За Россию Уменьшилось Наверное Нет Но В Харькове Это Точно Уменьшилось Не Уменьшилось Оно Это Держится Ну Вот После Того Как Прилетело На их Главную Площадь Снаряды Ничего Там Вообще Не В восторге Мягко Говоря Это Тоже В зависимости От Человека Если Человек Складного Ума То Он Поймет Что Это За Военной Операции Как Как Ее Цель А Если Человек Грубо Говоря Неандерталец Большая Часть Украинского Народа Для Них Они Не Понимают Что Так Как Сказать Демилитаризация Украины Они Не Понимают Что Такое Для Них Это Просто Война Они Думают Демилитаризация Демилитаризация Они Думают Что Русские Пришли Убивать Их Это Люди Не Складного Ума С Плохим Разумом Плохим Умом Они Так Думают Что Русские Пришли Их Убивать Украинцев Что Русская Армия Настроена Против Украины Хотя Это Не Так Задача Основной Российской Армии Это Подавить Войска Украинской Армии А Вот Эти Которые Не армия Те Которые Пошли Территориальная Оборона Их С ними Это Как поступать Вроде бы Не армия Но Защищают Свои Населенные Пункты Тоже Это Они Не разобравшись Ситуации Они Тоже Они Как Дикие Звери Вот Возьмем Допустим Вот Диких Зверей Вот Если Допустим На того Самого Льва На его Самку Крубо говоря Нападет Там Придет Другой Самец Они Будут За нее Сражаться Точно Так И с Украинцами Они Не Разобравшись Они У них Видят Что На их Дом Напали Даже Хотя Это Хоть Их Не Касается Они Видят Что Войска Врага У них Задача Первобытные Инстинкты Убивать Все Да Я Сам Думаю Пришли Ко мне В дом С оружием А я Что Должен Думать Правильно Это Или Неправильно Сказать А ты Что Это Пришел А ты Хороший Человек Да Как бы Пришел С оружием Но А что У тебя На уме Я не знаю Ты Стрелять Меня Не будешь Я Тоже Как бы Это Люблю Тебя Да Хороший Ты Парень Давай Вот тебе Давай Сядь Здесь Выпьем По 100 Грамм Спасибо Что Ты Ко мне Пришел Или Что Я Не Понял Ну То Самое Для Начала Надо Разобраться Вот Действительно Допустим Вот Ну Блин Я даже Не знаю Как это Объяснить Первоначально Надо Разобраться В ситуации Разобраться Зачем Пришли Эти Люди Какой Цель Пришли А не Брать Сразу В руки Оружие А Как бы А если К нам В Россию Придут С оружием А мы Будем Ладно Ребята Вот Китайцы Придут А мы Скажем Ребята Садитесь Давайте Будем Разбираться Какого Хрена К нам Пришли С оружием Ну Да Это Если Китайцы То Это Как Не Как Правильно По идее Правильно Разобраться Но С другой Стороны У человека Инстинкты Защищать Свой Дом Так Что Это Спорная Ситуация Спорная Я тоже Думаю Что Тут Это Спорная От слова Спор Спорить Воевать Вот Это Наверное От этого Идет Все Война От спора Надо Было Объяснить Вначале Провести Хохлам Какую-то Разъяснительную Работу Что Сказать Ребята Мы Идем К вам Листовки Какие-то Разбрасывать Мы Идем К вам Вас Будем Защищать Если Мол Придут К вам Дом С оружием Вы Не бойтесь Это Все Нормально Как Ну Дайте Людям Покушать Потому Что Они Как бы Три дня Шли К вам Пришли Голодные Напоите Накормите Их Вот Они Повесят Над вами Русский Флаг Или Что Я так Понимаю Или нет По идее Со стороны России Было Неоднократно Предупреждение Для Украины Неоднократно Россия Предупреждала Что Ведет Свои Мой Неоднократно Да Нет По-моему Наш Лавров Говорил На всех Платформах Что Мы Только Маневры Проводим До Самого Последнего Момента Говорили Никуда Ничего Не будем Вводить Вы Чего Это Министерство Министерства Сработал Этот Инстинкт Самосохранения Давай Стрелять Правильно Вот Здесь Правы Здесь Правы Ну Вот Если бы Даже Россия Предупредила То По-любому Украина Не оставила Без внимания Она Либо Усилила Оборуду Либо Вела Войска На Территорию России Так Что Тут Как Никак Лавров Поступил Правильно Я Я Слышал У них Уже Там Птицы Были Заготовленные С гриппом Которые Должны Были К нам Лететь Птицы Вы Слышали В Лабораториях Сидела Масса Целая Стай Журавлей Уток В общем Гусей Которые Должны Были Лететь К нам И Разносить Вот Птичий Грипп А Что Вам Там Почему Почему Мне Дают Нормально Разговаривать Потому Что Я Нахожусь Не Дом И Я Сейчас Гуляю Говоря Я Зашел Четверлетку Целью Развлечения Но Не Думал Что У меня Победился Настолько Серьезный Человек Да А Ваши Коллеги Или Сокурсники Или Соклассники Они Какого Мнения Может Тим Микрофон Предоставить Они Что-то Скажут Они Вот Они Так Сильно Интересуются В Политике Как Я Шановні Друзі Ви Дивилися Нариску Зі Стримов Аби Дивитися Стрими Цілком Без Нариски І Купюр Будь Ласка Підпишіться На Патреон Посилання На Патреон Під всіма Відео І стримами Підтримайте Наш канал Вподобайками Коментарями Тисніть На дзвіночок А також Розповсюджуйте Мої Ролики В соцмережах Підпишіться На всі Мої Канали Адже Час від часу Мені доводиться Змінювати Місце Стримів Та дислокації З метою Безпеки Адже Дуже багато Росіян Незадоволені Моїм Контентом І кидають Страйки Наші гасла Борітеся Поборете Героям Слава Смерть Ворогам Понад усе Від сяну Додону Нагиляку Адже